Согласно последним данным, промышленное производство в сентябре выросло на недавно еще немыслимые 9%. Если попытаться разобраться, какая сфера производства потянула весь сектор вверх, то среди лидеров – производство строительных материалов. Здесь за последние месяцы объемы выросли на пятую часть. Схожая картина наблюдается в металлообрабатывающей промышленности и производстве электрооборудования. Даже лесная промышленность, которая очень важна для экономики, демонстрирует двузначные показатели роста. Несмотря на высокую сравнительную базу, прошлого корона года. Но нельзя отрицать, что некоторые сектора могли бы производить даже больше, чем они производят сейчас, если бы только у них было достаточно ресурсов для производства. А также если бы рынок труда Эстонии мог предложить недостающие кадры. Проблема на рынке труда серьезная. Нужную рабочую силу быстро найти сложно. Похоже, что ситуация в будущем году будет только усугубляться. Для предприятия есть лишь несколько вариантов – перекупить нужного работника или ввести кадры из-за рубежа. В долгосрочной перспективе правильнее было бы проинвестировать в оборудование и заменить часть ручного на автоматизированный труд. Экономические исследования подтверждают – нехватка материалов выступает в качестве важнейшего фактора, ограничивающего рост отрасли. Согласно последнему опросу, около четверти компаний назвали нехватку материалов основным препятствием для роста. Но при этом целых 38% основным препятствием назвали нехватку рабочей силы. В последний раз предприниматели сталкивались с проблемой серьезной нехватки рабочей силы в далеком 2007 году. Как же так получается? Ведь мы знаем, что с приходом короны многие люди лишились работы в туристическом секторе и в обслуживании, и многие из них до сих пор без работы. В то же время предприятия жалуются на нехватку рабочей силы. На выравнивание ситуации понадобится время. Те места, которые вместе с ростом экономики появились на рынке труда, все-таки требуют нужной квалификации. Те люди, кто потерял работу полтора года назад и год назад в гостиничном секторе в сфере питания, конечно, могут заполнить эту брешь. Но на это нужно время, чтобы переобучить людей и предложить им нужные курсы. Минувший сентябрь удивил специалистов, так как на рынок труда вышло в два раза больше вакансий, чем год назад. На данный момент в столице около 16 тысяч безработных, и за последние месяцы новое место работы нашли только 2000 человек. Решением этой проблемы может быть и иностранная рабочая сила, но привлечь в Эстонию работников из третьих стран не так-то просто, учитывая скромные зарплаты наших заводских работников. Так что никто из Европейского Союза приезжать сюда особо не стремится. Вообще же, хотя 18% рабочей силы Эстонии занято в промышленности, она обеспечивает менее 15% богатства, создаваемого в экономике. В других странах Европы соотношение противоположное. Проще говоря, мы выполняем слишком много работы за слишком маленькие деньги. Илья Бань, Михаил Владиславлев, Новости Таллина.